Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Выбираем фотокамеру. Как максимально сэкономить? Перед тем, как выбрать фотоаппарат, большинство из нас рассматривает множество самых различных вариантов. При этом, к сожалению, практически все делают одну и ту же ошибку. Выбирая камеру из самых последних новинок, игнорируя хорошие, но формально устаревшие устройства. Опыт показывает, что очень часто новинки бывают сильно переоценены. Причем касается это не только фотоаппаратов, но и любых смартфонов, планшетов, ноутбуков и вообще практически любых устройств. Для того, чтобы выжать максимальную прибыль из продукта и заставить как можно больше людей купить камеру, производители прибегают к самым различным хитростям, а порой и к настоящему обману. Публикуя характеристики фотоаппарата, компания-изготовитель нередко выдает за огромные преимущества те вещи, которые вообще никак не сказываются на съемке или имеют к фотографированию достаточно отдаленное отношение. Например, увеличив скорострельность камеры на 2-3 кадра в секунду и подняв емкость аккумулятора на 10%, производитель вполне может поднять цену на камеру в полтора раза по отношению к предыдущей модификации. Вряд ли владелец устройства получит какие-либо преимущества в связи с этим, а вот с вполне реальными деньгами расстаться придется. А ведь даже 20-30 лет назад фотографы, владеющие своим ремеслом, делали великолепные снимки с самыми обычными камерами и даже не знали о таких вещах, как функция распознавания улыбки или автоматическое снижение шумов на высоких значениях ISO. Так как же выбрать фотокамеру, чтобы она имела все необходимые функции и не ударила по карману? Конечно, покупать мыльницу, пусть даже дорогую и функциональную, в наши дни нет никакого смысла. Средние по характеристикам смартфоны уже давно обеспечивают такое же качество снимков, а набор функций и настроек в флагманских моделях от Apple, Sony и HTC даже лучше. Сегодняшний день это так называемые премиум компакты и зеркальные фотокамеры. Самый оптимальный выбор – фотоаппараты трехлетней давности, которые, возможно, даже сняты с производства. Цена на такие камеры может быть сильно снижена, так как большинство торговых организаций рады избавиться от такой техники. Выгода от приобретения может составлять до 50%. Вы получите отличный новый фотоаппарат, который будет уступать новинкам совсем неощутимо, а в умелых руках еще и превзойдет их. Если фотоаппарат нужен для бизнеса и предусматривается его нещадная эксплуатация, то Nikon D3 или Canon EOS 5D Mark II станут идеальными и неприхотливыми помощниками свадебного фотографа или начинающего клипмейкера. Нужно отдельно упомянуть, что 90% качества изображения зависит от СМОС-матрицы, а новинки среди этих деталей появляются гораздо реже, чем новинки фотокамеры. Так что вполне возможно, что трехлетний фотоаппарат имеет такой же сенсор, как самая последняя модель, предлагаемая по баснословной цене. Кроме этого, никогда не стоит забывать и про самого фотографа. Самый совершенный и дорогой аппарат бесполезен в руках дилетанта, и в то же время при достаточном уровне профессионализма можно создать шедевры стареньким пленочным зенитом. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.